Очень вкусную и полезную еду можно приготовить из запеченных баклажанов. Вот просто взять и спечь баклажаны и добавить туда чесночок и масло растительное. Вот вам уже первое, самое простое блюдо. И вкусно, и полезно. А как же их запекать? Как выбрать баклажаны? Как снять шкурку? Давайте поговорим сегодня в нашем видео. Баклажаны выбираем средней величины, приблизительно одинакового размера, спелые. Если они будут незрелые, то дают кислоту, а если перезрелые, то будут косточки хрустеть на зубах. Затем моем в холодной проточной воде. Каждый баклажан протираю сухой бумажной салфеткой. Для того, чтобы баклажаны не взорвались с приготовки и не испачкали духовку, я их накалываю зубочисткой со всех сторон. Из духовки достаю противень и включаю духовку, нагреваю ее до 200-220 градусов. Сверху кладу фольгу, а на фольгу выкладываю баклажаны. Вот эти хвостики я оставляю, ни в коем случае их не отрезаю и не удаляю. Зачем они мне? Затем, что когда будут выпекаться баклажаны в духовке, я буду их переворачивать с боку на бок. Когда есть хвостики, легче делать такие развороты и перевороты. Затем, когда я буду очищать шкурку, мне тоже понадобится целенький баклажан. Так позже будет очищать шкурку. В горячую духовку ставлю баклажаны и запекаю. Баклажаны запекались 45 минут при температуре 220 градусов. Проверим на готовность. Проверяю я при помощи зубочистки. Она входит легко. В общем, они готовы. Вот так я проверяю готовность. Чем больше по величине баклажан, тем он дольше запекается. Для того, чтобы очистить баклажан от шкурочки, я разрезаю его пополам на две половиночки. И хочу вам сказать, что шкурка легко снимается. Почему? Потому что баклажаны не остывшие, они горячие и они готовые. Затем переворачиваю на другую сторону. Вот видите, пополам разрезала. И точно так же снимается шкурка с другой стороны. Можно пользоваться ложкой, если тяжело снять шкурку. А можно обойтись и без ложки. Тут уже как у вас получится. Давайте очистим баклажан. Снимем шкурку, вернее, при помощи ложки. Вот таким образом. Видите, я просто счищаю серединку. Так проще может быть. Для кого как. И здесь уже более тщательно снимаем. И шкурку я отбрасываю в сторону. Она мне не пригодится. По правилам, если из баклажанов делать икру, то баклажаны не нарезают, а насекают. Затем баклажаны присаливаю. Смотрите, так, чтобы не пересолить. Именно чуть присолить. Потому что соль можно будет добавить и позже. Затем перекладываю все это в дуршлаг. Зачем я откидываю на дуршлаг? Для того, чтобы убрать лишнюю жидкость и горечь, если она есть. Вам огромное спасибо, что смотрели видео. Будьте здоровы, веселы, счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok